12.06 в Кирове. Продолжаем дневной разворот в студии Дарьеты Пузлиева и Анны Лапшина. Говорить во второй части эфира будем о развитии внутреннего туризма, в том числе регионального. Да, и хотели мы поговорить, конечно, о том, что такое туристический кэшбэк. Так, несмотря на не самые радостные новости по Кировской области, которые изначально озвучивались, о том, что мы не сможем претендовать нашу область на то, чтобы приехать к нам к туристу и получили возмещение за это, все-таки ситуация изменилась. Но Елена Данюшенкова, директор Центра развития туризма Кировской области, сейчас в правительстве, к сожалению, не сможет к нам подойти. Очень надеюсь, что до конца эфира успеет еще к нам подключиться к нашему разговору. Либо кто-то из ее коллег. Поэтому пока мы говорим с туристами и с другими регионами, как и обещали, будем связываться с Удмуртией, будем связываться с Пермью. Спросим у коллег, насколько интересны туристам из Удмуртии и Перми Кировская область. Да, а вы тоже можете с нами связаться. Если вы вдруг уже отдыхали где-то в России или, например, вам пришлось заменить заграничный отдых российским, и вам есть с чем сравнить, что сравните, есть какие-то мысли по этому поводу, звоните нам 211-101, попадете к нам сюда в студию. Либо, если вы не хотите разговаривать, но сказать вам все равно, есть что. Делитесь впечатлениями. Пишите нам 8-909-720-101-0, можно написать в Вайбер, можно написать в Азап, а можно по стариночке отправить нам СМС. Мы сейчас связываемся с Кировчанином, который не на территории Кировской области отдыхает. Александр Снегирев, наш коллега, с нами на связи из Калининграда. Саша, добрый день. Да, добрый день. Привет. Как отдыхается? Как Калининград? Калининград шикарен. Саша, почему вообще решили сделать выбор в пользу Калининграда? Просто был наслышан давно об этом городе, о его архитектуре и истории, решил сам посетить вживую. А насколько легко вообще с точки зрения логистики, да, как добраться? То есть из Кирова, я так понимаю, прямых самолетов, хоть нам их все обещают, обещают, пока еще нет. Как добирались? То есть через Москву, насколько это вообще удобно? Через Москву логистику достаточно просто проложить. Сейчас огромное количество разных приложений, сервисов, поэтому не составило труда. Все онлайн, поэтому без проблем. А вы обычно с семьей или один, не знаю, как путешествуете по России или предпочитаете все же отдых где-то за границей? Я на самом деле особо не дроблю. Если есть интерес и возможность путешествовать в России, то в России. Если есть возможность поехать за границу, то почему нет? А если сравнить, да, например, сравнить сервис, там, количество достопримечательностей, еще что-то? То есть тут как-то в этом вопросе ты видишь разницу или, в принципе, интересно и там, и здесь? Ну, везде есть своя история, везде есть свои достопримечательности в плане сервиса. Но так как я пользовался не услугами отеля, а услугой съема квартиры там через приложение, я не могу это оценить. А слышал ли ты вот про эту программу, про туристический кэшбэк? Не было ли желания там, возможно, притормозить немного с отпуском и воспользоваться ей? Я слышал о ней, но учитывая размеры, я решил не заморачиваться. Ага, то есть ты считаешь, что тут овчинка в выделке не стоит, в принципе? Ну да, да. А есть ли какая-то сумма, которая вот, ну, психологическая, да, после которой ты, возможно, принял бы такое решение? Скажем так, от, ну, то есть я не прошу назвать какую-то конкретную там абсолютную цифру, 10 тысяч или в процентном соотношении, там, половина стоимости путевки, треть? Половина, это, конечно, очень вкусно. Половина, да? С половиной стоимости путевки, и кировчане готовы путешествовать всю жизнь по России. Спасибо большое, Саша, за твои комментарии. Это был Александр Снигер. А, подожди, 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 я хотела Александра спросить, это очень важный вопрос в нынешних условиях вообще, все вот эти антиковидные меры, что происходит с ними, вообще, насколько просто было добираться до Калининграда, на каком этапе начали проверять, если начали, и там во время отдыха вообще, что происходит, чувствуется, ну, что есть какая-то угроза там эпидемическая или нет? Очень удивил тот факт, что, ну, на ЖД вокзале, в аэропорту у меня и у моей супруги ни разу не меряли температуру. Я, на самом деле, думал, что через каждые пять метров это будет происходить, но ни разу этого не произошло. А на территории Калининграда тебя просто не обслуживают, если у тебя нет маски. То есть это касается... Магазинов. Непосредственно там торговых центров, да, магазинов. А когда заходишь в рестораны, то там ничего не надо. А в Москве даже и в ресторанах надо. То есть правила, в принципе, строже, чем в Кирове, получается? Получается, что так, да. И рассаживают через стол. То есть не каждый столик в ресторане с гостями, а через стол, чтобы была дистанция там не менее полутора метров. Саша, еще расскажи, пожалуйста, а вот на улицах люди, я так понимаю, что без масок вообще чувствуется как-то напряжение какое-то? Потому что все-таки вот я видела фотографии из Калининградской области. Кстати, как там погода сегодня? Погода хорошая. В принципе, ниже 25 градусов не было. А, ну вот, у нас холоднее, конечно. Я просто видела фотографии, значительное количество туристов, конечно, поехало в Калининградскую область. И вот эта вот массовость, что ли, она несколько напрягла местных жителей. Там как-то на улице озираются люди, стараются друг с другом не ходить рядом. Или вот этой нервозности не чувствуется, и маски это единственное... Нет, вообще не чувствуется. Не чувствуется. Вообще никаких таких волнений не присутствует в массах. Спасибо большое, Александр Сенегирев. Наш коллега был с нами на связи. Александр выходил на связь из Калининградской области. Мы ему завидуем. А главред наш Ольга Балезина буквально недавно вернулась на днях из Анапы. Она тоже, думаю, через пару минут зайдет к нам, расскажет о своем опыте регионального туризма. Потому что, насколько я знаю, для Оли это тоже был своего рода дебют. А вот она. Дебют в смысле российского туризма. Дебют на Черноморском побережье, насколько я понимаю. Многие из нас там не бывали, а по крайней мере в сезон. Оля Доня в день. Оля, давай вот за этот вот. Да, за хороший микрофон, пожалуйста. Первый ли ты раз вообще была на российском юге? Да, первый раз на российском юге я оказалась. И если бы не коронавирусы, закрытые границы, я бы там не побывала, наверное, много лет и еще. Ну, то есть это прям вот действительно была корректировка планов, что называется, на ходу? Да, именно так. И выбор, там, я была в Анапе, был связан исключительно с тем, что у меня там есть несколько знакомых. Потому что иначе, наверное, я бы не решилась даже из-за коронавируса поехать в это место. Ну, потому что предрассудки некоторые у меня существуют. И надо сказать, что все они, собственно, и были продемонстрированы все плохое, что мы думаем о российском юге. Оно есть, да? Ну, да. Вот давай-ка, что за предрассудки? Ну, понятно, что мы приезжаем туда наблюдать людей в шлепанцах везде, вплоть до каких-то там более-менее дорогих ресторанов, например. Ну, для меня, конечно, самое главное было условие проживания. И я забронировала себе жилье с отдельным ванной душем в частном секторе. Но когда я туда пришла, первая моя мысль была, я хочу домой или куда-нибудь в какую-то из российских столиц отдыхать. Несмотря на то, что внутри морально я всё-таки готовилась, и ничего вроде бы другого ожидать и не надо было. То есть там настолько всё было не будустроено и нехорошо? Ну, вот советская старая мебель. Да ладно? Да, чистота оставляет желать лучшего. Слава богу, теперь у всех антисептики. То есть я своими антисептиками мыла там всю сантехнику, чтобы быть уверенной, что там ничего я не подхвачу, ни вирус, ни грибки, ничего другого. Поэтому полотенца не предложили, к счастью, выяснилось, что можно их попросить, тогда ты их получишь. Ну, для меня, вот если честно, это то, с чем не приходилось сталкиваться во время моих других путешествий. При том, что стоимость проживания была такая как в других местах. Я всегда удивляла соотношение вот этой цены и того качества, которое предлагают на российском юге за эти деньги. Потому что я тоже, ну, правда, мне на российском юге довелось бывать только вот в рамках Кубаны. Но, тем не менее, мы снимали музыкальный фестиваль, который проходил в Веселовке, тоже рядом с Анапой, как раз-таки под Анапой. И за сумасшедшие деньги сдавали вагончики. Вот прям вот вагончики, в которых даже не всегда был кондиционер, не всегда были какие-то отопительные приборы. Ну, слава богу, было жарко. И действительно, то есть... Ну, получается, спрос определяет предложение всё-таки народу. А народу много, кстати? Народу очень много. Мне, правда, не с чем, опять же, сравнивать. В предыдущие годы я там не была. Но, видимо, ну, все там. Вот сегодня я только что буквально вернулась с пресс-конференции в правительстве, где сотрудница правительства, одна знакомая, сказала, что я только что вернулась с отдыха в Анапе. А, ну, то есть вы там были одновременно почти, но друг друга не встретили. Ну, да, видимо, в этом году там все. Ну, для меня всё равно, на самом деле, загадка, почему вот эти деньги, они не вкладываются в развитие сервисов. И это же происходит годами. Так было 10 лет назад, когда я была под Анапой. И вот... Ну, смотрите, справедливости ради, да, нужно отметить, что... Я, опять же, не знаю, как там было раньше, но меня порадовало, что там есть кофейни, что в моём номере с плохой мебелью советской был работающий кондиционер. В плане вот какого-то сервиса общепитовского, например, всё-таки, ну, достойно. Местами можно, наверное, даже и Кирова где-то поучиться, то есть там и магазины, то есть это не дичь какая-то совершенно. Совершенно. Удалось ли что-то посмотреть вот в плане достопримечательностей, да? Мы много об этом говорим, о том, что может предложить там Кировская область, что можно посмотреть у нас, что можно посмотреть там. Там я единственное, что наблюдала, видимо, большое количество экскурсий. Существует несколько туроператоров каких-то местных, которые организуют, в принципе, стандартные выезды. Их там по пальцам можно пересчитать. У Триш куда-то в Крым озеро Лотосы, Кипарисы, Абрау-Дюрсо, дегустации вот это. Ну, есть вообще потенциал, вот как ты думаешь? Потенциал не с точки зрения того, что мы, да, мы, понятно, всё равно все так или иначе там оказываемся на этом русском юге. Кто-то принципиально едет туда, потому что не хочет, например, там с детьми ехать куда-то за границу. Но потенциал, я имею в виду, действительно превратить это. Есть ли у кого есть проблемы со здоровьем, например, они опасаются уезжать в другие страны, потому что бог его знает, как там будет с медициной, например. Ну вот я не об этом потенциале, не о том потенциале, который вынужден, и вы всё равно здесь окажетесь, потому что у вас нет никакой альтернативы. А о том потенциале, что действительно люди, наконец, начнут вкладывать полученные деньги в ремонт своей квартиры, чтобы следующий приехавший человек не обалдел от того, что здесь стоит мельсоветская. Примерно этот вопрос я задала своей подруге, которая там живёт. Я говорю, здесь только народу, наверное, после 20-го года она поподнимется. Она говорит, нет, нет. А то есть это подход такой просто? Ну, скорее всего, потому что люди же тоже живут там на деньги, которые они выручают в течение туристического сезона, а 1 сентября там просто всё вымирает. Вот 1 сентября наступает, там никого нет. Всеми с детьми уезжают и остаётся, ну, я не знаю, мне кажется, в сентябре ещё вполне... Ну, то есть жители Анапы просто, может быть, получше проживут вот это межсезонье. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь, Оля, я хотела спросить у тебя, а ты букировала вот это своё место проживания через какой ресурс? Через букинг. Через букинг всё-таки. Это было для владельцев очень удивительно. Я как инопланетянин какой-то к ним приехала. Да, то есть обычно им звонят кто-то из тех, кто у них жил раньше, кто-то звонит, то есть спрос есть. Тут проблема в том, вот эта же проблема с тем, почему нет улучшайзинга какого-то, да, апгрейда, что называется, этих туристических мест, он как раз в том, что спрос есть и вот в таком состоянии тоже. И это не вынужденный спрос, видимо. Ну вот смотри, мне тоже довелось побывать буквально пару лет назад в Абхазии, которая вот с виду представляет, ну на самом деле удручающее зрелище. То есть это вот полуразрушенные дома, полуразрушенные дороги. Но очень красивая природа. Ну да, красивая природа, это другой вопрос. Я к тому, что жильё, которое мы тоже снимали в частном секторе, оно было отличное. То есть было видно, что люди в него вкладываются, что вот они прям тут вот высадили цветочки, тут благоустроили территорию, тут вот максимально постарались озаботиться какими-то, как ты говоришь, там полотенцами. Ну то есть мелочами, которые создают вот этот какой-то непонятный уют, который ты вроде посмотрел такой, о, прикольно, здесь вот есть там гель для душа для меня, ещё что-то. Ну то есть вот это та же самая, это же вот недалеко, то есть там тоже люди живут от сезона к сезону. В чём проблема? В чём проблема, да. Понятно, что, например, в Сачах эта проблема, наверное, снялась после Олимпиады, да, то есть сейчас там очень развит горнолыжный туризм, и то есть в принципе нет такого, что люди приехали. Мне кажется, что и там тоже можно найти такие объекты размещения. Нет, конечно, можно. Я к тому, что вот мы были в Сачах в конце февраля, в начале марта, то есть это вот прям вот последние числа февраля, и людей, в принципе, было достаточно. То есть нет такого, что не купальный сезон, и никого нет. Нет, было очень много народу и в Красной Поляне, и туда дальше на Розе хутор. То есть я думаю, тут вот Сочи уже от этой проблемы избавились. Осталось придумать что-то, чтобы избавить от этой проблемы, от проблемы сезонности Анапу, да. И остальной Российский юг. Я прошу прощения, Оля, ты можешь нам посвятить еще несколько минут? Да, у нас просто на связи сейчас Ирина Бажина, заместитель директора Центра развития туризма Кировской области. Мы обещали, да, связаться и про туристический кэшбэк для Кировской области все-таки узнать. Ирина Александровна, добрый день. Добрый день, слушаю вас. Да, расскажите нам, пожалуйста, мы запутались немножко изначально, когда про туристический кэшбэк говорилось. Все-таки в Кировской области он будет, и об этом сообщалось. Есть ли какие-то условия, при которых туристы, отдыхающие на территории Кировской области, могут его получить? Ну, кроме тех, которые назывались. Все верно. Система кэшбэка действует на территории Кировской области, ровно так же, как и в любом другом регионе России. Кировская область попала в проект. Дело в том, что туристы могут воспользоваться предложениями от гостиниц, которые все зафиксированы на сайте путешествий по России, да, или мир путешествий, сейчас точно не помню, нахожусь в пути. То есть на федеральном сайте, где размещены все туристические предложения по этой программе, также Кировская область представлена, в том числе и туроператором. Туроператор у нас попал в стихот. Компания предложила туристский продукт, который по условиям организаторов должен был состоять из пяти дней, не менее четырех ночей. И, собственно говоря, туристы, приобретая этот туристский продукт, туристский маршрут, могут попутешествовать по территории Кировской области, посмотреть все ее красоты и получить назад возврат в определенном размере, который также прописан на сайте. Могу повторить, если от 25 тысяч до 75, то мы получаем на карту МИРС, которая прошла оплата 5000 рублей, свыше 50 тысяч, если мы покупаем путевку, либо приобретаем остановку в гостинице на эту сумму, мы получаем назад 10 тысяч рублей кэшбэка на нашу карту МИРС, свыше 75 тысяч, мы получаем 15 тысяч рублей возвратом на карту МИРС. Да, Ирина Александровна, еще смотрите, такой вопрос. Все-таки есть ограниченные сроки, я правильно понимаю? То есть вот эти туры, они должны состояться, получается, у нас с завтрашнего дня, да, в течение недели или нет? Смотрите, как это работает. То есть продажи открыты в течение недели, в ночь с 20 на 21, сегодня ночью, да, чтобы все было честно, с 12 ночи стартует возможность покупки туров до 20 декабря включительно. То есть вы покупаете до 28 августа, 21, да, условно, по 28 утра. То есть покупка в течение недели должна состояться? Да, только покупка. Сама путевка может быть до 20 декабря. Для чего делать с 20 декабря, а не до Нового года, да, чтобы вы успели вернуться к Новому году, закрыть финансовый год, да, получить обратный кэшбэк. То есть к Новому году вы уже провели свою поездку и все расчеты по ней закрыли. Да, и еще такой вопрос у меня. Вот все-таки это очень интересная штука. Я посмотрела, что предлагает туроператор, да, ну и вы говорите, это маршруты по Кировской области, межрегиональные маршруты. А кировчанин, например, может выбрать маршрут по Кировской области и получить за это кэшбэк? Вы знаете, это самый часто задаваемый вопрос, как оказалось, со стороны туристов, потому что этого нигде не указано в момент, этого нигде не прописано. Но мы связались с Ростуризмом, мы выяснили, что это никак, тут одно другому не мешает. То есть мы можем с вами быть жителем Кировской области и принять решение попутешествовать по своему родному краю. Тут нет никакого противоречия, можно вполне действовать в этом направлении. Понятно. Спасибо большое, Ирина. А, еще вопрос? У меня вопрос еще по поводу продолжительности действия программы. То есть нет никаких вариантов, что она будет продлена, потому что, ну, какой-то как-то кажется, что слишком уж маленький срок для того, чтобы привлечь людей к путешествиям по стране до декабря. Ну, мы же все понимаем, что ситуацию коронавируса, да, никто не мог спрогнозировать заранее. И о том, что отрасли будет так тяжело туристически выживать, тоже было сложно, наверное, предугадать. Поэтому правительство Российской Федерации, конечно, очевидно, пытается решить проблему здесь и сейчас. О том, что программы будут продолжены в дальнейшем, пока речи не идет, но это выглядит вполне логичным. То есть мы предполагаем, что, конечно, другие меры поддержки или эта же мера поддержки будет правительством наверняка и дальше пролонгирована на будущий год. Пока речь идет только об этой программе, и мы работаем вот здесь и сейчас. Если будет еще что-то, мы будем счастливы анонсировать и надеемся, что будут еще другие программы. Просто хотелось бы, чтобы эта история, то есть она была не только про коронавирус, а действительно какую-то такую поддержку получали бы региональные туроператоры для того, чтобы развивать утрасы. Да, но мы понимаем, дело в том, что есть определенные и структурные перестановки на федеральном уровне, которые дают нам понимание того, что все ориентиры смещены в последнее время. Я думаю, что это в том числе, конечно, связано с коронавирусом, но не только. Сейчас все равно приоритет в пользу развития внутреннего въездного туризма. Это такое ключевое направление, по которому работает правительство Российской Федерации. Об этом говорит также и то, что Ростуризм перешел напрямую в подчинение правительства РФ. Да, ушел из Минпульта, ушел из Минэка, и эта отрасль сейчас будет под большим пристальным вниманием, и мы надеемся, что, конечно, это будет зависеть не только от того, как будет развивать ситуация с пандемией, но и что, в общем-то, это федеральный тренд по развитию туризма на территории нашей страны. Спасибо большое, Ирина Бажина, заместитель директора Центра развития туризма Кировской области, была с нами на связи. Обязательно по итогам в декабре, по итогам всего этого кэшбэка мы свяжемся и попробуем все-таки выяснить, имело какое-то решающее влияние вот это вот именно финансовое составляющее или все-таки нет. Ну и сколько человек вообще, в принципе, воспользовались этим. Остается у нас несколько минут, перейду, наверное. Ну и история хорошая с тем, что кировчанин может использовать туристический кэшбэк для того, чтобы по Кировской области попутешествовать. Ну, слушай, вот ты ведь помнишь, по прошлому эфиру выходило, поднимали же мы этот вопрос, и выходило дороговато. То есть одно дело, когда ты куда-то уезжаешь, то есть тут еще, возможно, снимается там какой-то психологический барьер, да, что ты тратишь какие-то деньги, но ты, по крайней мере, покидаешь пределы своего региона. А когда ты выкладываешь 30 тысяч и остаешься тут же в Кировской области, мне кажется, вот этот момент может несколько стопорить человека. Но тут, конечно, я думаю, будет уже решающую роль играть то, что заложено в эту программу. Ну, разумеется, да, внутренняя составляющая. Ну, и потом есть, наверное, у людей, у многих сейчас ощущение, что они, может быть, где-то поездили, а про Кировскую область почти ничего и не знают. И вот это хороший способ, может быть, там... Николай нам пишет, например, это к следам Олимпиады. Ой, не Олимпиады, это, наверное, уже чемпионат мира по футболу. В Самаре отличная набережная, примерно 10 километров разделена легендарным заводом на дне. Не знаю, что это такое. Наверное, как-то связано с местными безалкогольными напитками, как принято у нас говорить в эфире. На протяжении всей набережной работает стритфуд, начиная от горячего мороженого, заканчивая итальянскими ресторанами. Работают прокаты всего, чего возможно. На протяжении набережной находится несколько парков, буквально через дорогу. Тут же обустроены несколько туалетов. Городской пляж находится также на набережной. Полностью все обустроено. Лавочки, зонтики, кабинки для переодевания. Да, после чемпионата мира все центральные улицы облагорожены. На фасадах домов очень красивые граффити, как с футбольной тематикой, так и с космической. Ну и тут еще человек очень, видимо, вдохновился поездкой в Самару. От площади Куйбышева можно гулять по старому городу. Расположено много храмов, музеев и тому подобное. Установлена настоящая ракета «Союз как память». Когда уже вернется программа субсидирования региональных авиационных перевозок? Как только вернется и как рейс в Самару запустят, все кировчане, пожалуйста, в Самару. А я тебе на самом деле скажу, что жители Самары вообще молодцы. Потому что как только начали появляться где-то в сети какие-то новости, посвященные внутреннему туризму, закрытию границ и всему подобному, они начали везде в комментариях писать про свою набережную. Самара замечательный город. Да, у нас классная набережная. У нас 10-километровая набережная, они выкладывали фотографии, они говорили, ребята, приезжайте к нам, у нас круто, у нас набережная круче, чем на море. Мне казалось, все жители всех городов России очень любят свои города ругать и почти никто не любит хвалить. Вот самарцы молодцы. Они, видимо, осознанно, они понимают, что это вот все вложение в местный бюджет, то есть они, видимо, осознают это. Чем больше народу приедет и больше оставит денег, тем больше денег останется в бюджете, и тем еще краше станет город Самара. А наш эфир сейчас окрасит рекламу. Через 15 секунд. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Дарьи Топузли и Ивана Лапшина продолжаем обсуждать региональный туризм. Сейчас будем с другими регионами связываться, попробуем, по крайней мере. Вы тоже можете с нами связаться, 211-101, можете позвонить и рассказать о своем опыте путешествий по России, или можете написать нам 8909-720-101, Вайбер, Вазап. Вот уже люди с нами делятся всякими своими впечатлениями от других городов. Да, Илья Качанов с нами на связи, исполнительный директор группы компаний «Турист» и «Федерации туриндустрии Удмуртии». Илья, добрый день. Да, добрый день. Да, я сижу без бумажки, с подсказкой. Я надеюсь, я верно представила тебя, верно должность сказала. Все верно. Все верно, отлично. Илья, вот какой вопрос. Мы сейчас разговаривали с нашими кировскими специалистами. Кировская область, к счастью, все-таки попала в программу туристического кэшбэка. Знаю, что Удмуртия попала тоже. Знаю, что группа компаний «Турист» разрабатывает множество прекрасных маршрутов по Удмуртии. Разного формата. Там и гастрономический туризм у вас есть, и событийный, и какого только нет. Нет. Скажи, пожалуйста, как вот в этом году по количеству туристов? Больше их стало, чем бывает обычно, или все-таки нет? Ну, пока некорректно, мне кажется, сравнивать периоды, потому что мы живем в этом году в особенных условиях. Но буквально в эти выходные мы принимаем первый в истории современной России гастрономический поезд в Удмуртию из Москвы. То есть люди садятся в поезд в Москве на Казанском вокзале и на два дня ездят к нам в Удмуртию дегустировать, пробовать. Так называется, вкусно едем. Это наш совместный проект с РЖД. А, то есть в поезде их тоже кормят чем-то? Да, да, да. Там уже начинаются экскурсии, дегустации, и прямо вот этот пакет по системе все включено. К теме кэшбэка мне бы не хотелось возвращаться, потому что мы уже говорили, во-первых, на эту тему. Во-вторых, тема очень сырая, на мой взгляд, крайне непроработанная. И как любая инициатива, которая исходит от ростуризма, она не продумана наперед. К сожалению, это так. Я не хочу даже обсуждать возможности приезда к вам или куда-то. Давайте посмотрим на результаты. Они будут косновечивее любых комментариев. Что касается спроса на внутренней поездке, безусловно, есть интересы. Как только физически стало возможно выезжать куда-то, люди этим пользуются. Потому что свобода передвижения, необходимость эмоциональной перезагрузки. Но я бы сказал, это такая же естественная потребность любого человека, как и все остальные. Поэтому я уверен, что и у вас в Кирове, и у нас в Удмуртии, и в соседней Башкирии забиты все базы отдыха. Да, загруженные все экскурсионные, непродолжительные туры выходного дня, экскурсии однодневные. Это то, что мы наблюдаем. При том, что у многих еще остается некий страх передвижения и перелета в Сочи, в Крым, даже в открывшуюся Турцию. Да, у многих есть вот этот страх, лучше мы сегодня посидим дома, как-то недалеко поедем. Ну и финансовый фактор, он тоже имеет место, потому что понятно, что после карантинных мер изоляции мы богаче-то все не стали. Поэтому люди стараются сэкономить, это абсолютно нормально. Поэтому сейчас мы наблюдаем, то есть все ближайшие экскурсии у нас проданы, глубина продаж по загрузке экскурсионных автобусов две недели вперед и больше. Вот, соответственно, люди хотят путешествовать, и слава богу, что такие возможности у нас есть. Ну, со всеми оговорками соблюдения всех норм, приема на местах и так далее. Да, Илья, все-таки я уточню, вот автобусы и туры расписаны, да, там на две недели вперед. Большинство туристов, это все-таки ваши или иногородние? Да, в основном, конечно, это люди здесь, которые живут. Кто-то приехал из Москвы, Питера, это, ну, те люди, которым есть куда вернуться. И надо сказать, что, ну, вот в период изоляции мы здесь прожили, ну, более, так скажем, в комфортных условиях, нежели, там, те же города-миллионники, та же Москва. Никаких, там, QR-кодов, никаких, там, сильных ограничений нет. И у нас масочный режим, вот на сегодняшний день, он у нас в рекомендательный характер, то есть он не является обязательным. То есть у нас ситуация относительно благополучная ситуация, да. Поэтому мы ждем, честно говоря, разрешения вот этой ситуации с коронавирусом, чтобы выходить уже на межрегиональные маршруты. То есть очень хочется приехать и в Киров, и в Уфу, потому что нас там ждут тоже. И у нас же готовы программы, и мы вместе с вашим кировским птицем уже согласовали программу, и понимаем, что люди готовы поехать, вот. Но пока ограничиваемся, скажем так, непродолжительными экскурсиями по Удмуртии и прилегающим территориям, то есть в рамках одного дня, чтобы уехать и вернуться. Вот с коллегой мы тут общались, она недавно вернулась из Анапы, и, ну, не единственная она, кто подчеркивает, опять же, вот годами там существующую проблему Черноморского побережья. Это не очень качественный сервис, а порой полное его отсутствие. Вот эта история, она характерна только для Черноморского побережья, которое, по сути, ну, вот монополисты в плане морского там отдыха. Либо такая ситуация характерна, в принципе, вообще и для регионов. Это мы как у эксперты отрасли, Илья, уже спрашиваем просто. Мы не можем понять, почему не ремонтируют квартиры в Анапе, которые сдают. Ну, это вечный вопрос риторический, да. Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, и как люди едут на Черноморское побережье. Вот. Я думаю, что, на самом деле, эта ситуация и проблемные точки отдыха на Черноморском побережье, они ведь не сегодня появились, не вчера и даже не позавчера. Все мы знаем, что в высокий сезон на Черном море всегда возрастает опасность кишечных инфекционных заболеваний. Да, мы все об этом знаем. То есть, когда нас пугают очередной болячкой где-то на территориях Турции, там, Испании и Греции, мы прекрасно понимаем, что заразиться дома, ну, извините, да. Шансы выше. Да, да, где-то за рубежом. Проблемы сервиса, они, безусловно, являются общероссийскими, но надо сказать, что где-то ситуация меняется. То есть, вот эта индустрия гостеприимства, это же не просто вот два слова, да, это еще некая философия и некое понимание того, что к тебе приезжают люди в гости, и ты их должен принять, улыбнуться и сделать так, чтобы им было комфортно. Вот, а здесь, конечно, это задачи и бизнеса, и власти, и, возможно, каких-то общественных организаций с тем, чтобы люди понимали, осознавали, что их здесь ждут, они здесь желанный гость. Ну, да, бывают ситуации, когда некоторым объектам, там, музеям, гостиницам туристы мешают работать. Такое бывает, конечно, то есть наш русский менталитет и, по сути, вот, ну, наше советское прошлое... Вас много, а я одна, это называется. Да, ну, трудно перестроить мозги, когда, вот, ну, вспомните Советский Союз, да, когда, ну, трудно физически, ментально, там, человеку оказывать услугу другому человеку. То есть нужно иметь какое-то другое мышление, наверное, сегодня, и вообще желание принимать туристов. Спасибо большое. Илья Качанов был с нами на связи, исполнительный директор группы компаний «Туристы» и Федерации туриндустрии Удмуртии. Мы сейчас попробуем еще успеть связаться с Пермским краем. Да, у меня есть еще от наших слушателей истории. Дарья пишет. Прекрасно в Казани. Туда можно приезжать ежегодно и каждый раз находить что-то новое. Особенность с детьми. Можно объединять поездку с посещением ижевского зоопарка. Он чистый, ухоженный. Животные выглядят отлично. Я бывала в Казани, но не бывала вот я в Ужевске. Я в Ужевске тоже не бывала. Тоже давненько собираюсь ездить. Тем более, что вот предыдущий наш выступающий, Илья, действительно, очень многое они сделали для продвижения именно внутреннего туризма. У них есть даже проект, насколько я помню, влюбиться в Удмуртию. Ну вот Казань, да, мне кажется, вот это просто идеальное место для того, чтобы провести выходные. Единственное, что не идеально, это транспортная доступность. Да, логистика, конечно, для тех, кто не водит машину, логистика сложновата. Хотя ездят автобусы, действительно, можно сесть поздно вечером и уехать, но ночной переезд на автобусе для семьи с детьми может быть утомительным, конечно. Но не все могут себе позволить. Я так понимаю, что есть возможность еще подсаживаться в туристические автобусы, в сформированные группы. То есть они тебя просто довозят за какую-то денежку, но потом ты там остаешься уже сам на сам и должен опять решать вот эти вопросы с тем, чтобы добраться обратно уже. Как тебя доставят обратно домой. Константин Тиминский с нами на связи, директор Центра развития туризма Пермского края. Константин Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня говорим о региональном туризме. Скажите, пожалуйста, в Пермском крае вот эта история с закрытием за границей, она каким образом сказалась на количестве отдыхающих именно внутри? Смотрите, ну вообще, в принципе, это не секрет, что история с пандемией, она подпортила всем. В том числе туристическую сферу она очень сильно прижала. И если мы говорим про закрытие границ, мы, наверное, должны говорить про закрытие границ, в том числе между регионами. И первые несколько месяцев, начало пандемии, из региона в регион тоже нельзя было передвигаться. Туризм был тоже под, ну так сказать, если можно сказать, под запретом. Сейчас межрегиональные перевозки, переезды, путешествия разрешены. И в связи с тем, что закрыты границы внешние для Российской Федерации, ну условно закрытые, то есть заграничные путешествия стали проблематичны, и туристы, естественно, отправляются на поиски новых решений в другие регионы. И мы, как Пермский край, край активного отдыха, с радостью приняли туристов, в первую очередь активных туристов, которые отправились у нас на сплаву, потому что у нас очень большой потенциал в плане рек. У нас более 30 тысяч рек. Водный туризм такой, да, получается? Водный туризм, да, у нас активный туризм. У нас, как только были разрешены сплавы по рекам, это случилось, если не ошибаюсь, в конце июня, у нас сразу же реки просто наполнились катамаранами, то есть там было даже местами не продохнуть. И все вот эти компании, которые сдают в аренду свое оборудование прокатное, для сплавов, они просто все свое оборудование на две недели в первых раздали, и тому запись была невозможно было взять. Ну, то есть эта ситуация, она, в принципе, как бы всегда, или это действительно влияние пандемии? Я думаю, что это влияние пандемии, хотя по статистике, например, через Пермский край, по приблизительным подсчетам, потому что, естественно, точную цифру дать очень сложно, поскольку есть официальные туроператоры, которые вводят на сплавы, например, а есть серые, которые нигде не учитываются, даже, к сожалению, не подают свои данные в МЧС, но по приблизительным подсчетам через Пермский край проходит порядка 150 тысяч туристов, именно через... которые в сплавах участвуют. Только водный туризм столько. Да, это за 2019 год, если мы смотрим. Да, водные туристы получают, если так можно назвать. Вот, а про этот год еще, наверное, пока рано говорить, подводить итоги, потому что август месяц в самом разгаре, несмотря на то, что погода у нас подпортилась, на реках по-прежнему много людей, сплавы, походы и все прочее. Ну, я думаю, после нашего эфира к вам туда еще добавятся людей на сплавы. Мы очень идем сюда, потому что в следующей неделе ожидается теплое, приезжайте, пожалуйста. Да, и Пермь в этом смысле, конечно, Пермский край более удобный с точки зрения логистики, нежели Казань, потому что до Перми можно добраться поездом и не одним. Спасибо большое. Константин Тиминский с нами был на связи, директор Центра развития туризма Пермского края. А у нас остается буквально минутка, и захочу зачитать еще сообщение от наших слушателей, куда предлагают съездить. Потрясающий санаторный туристический отпуск можно провести на Северном Кавказе, в Пятигорске, Железноводске и так далее. Там такие виды. С ума можно сойти. Я вот прям под этим подписываюсь. Я большой поклонник Большого Кавказа и региона Минвод, и там действительно я не знаю, кого эти виды могут оставить равнодушным. Кажется, никого. А еще спрашивают, что... Не только море, но и горы. Да, что может быть лучше Санкт-Петербурга? Потрясающая архитектура рядом Карелия с уникальной природой. Спасибо нашим слушателям. Дневной разворот на этом завершается. Через 20 минут особое мнение. Яна Чеботарев. Хорошо.